Раневскую не раз просили написать мемуары. Она соглашалась на финал был всегда один. Актриса перечитывала запечатленное и отправляла записи в мусор. Почему Раневская так и не решилась придать свои дневники огласке? В серенький день мы шли по площади в Таганроге, и там карусель детская. Какая-то сидит на этой карусели фигура одинокая, и такой дождичек. И мы видим, что это Фаина. Ну, потом мы подходим. Она сидит на какой-то этой лошадке карусельной, ест бублик, и у нее текут слезы. И вот Эльфатор это рассказывает. Фаина, что случилось? Я больше в этом театре не работаю. Это было какое-то олицетворение тоски. Вот этот серый дождичек. Это нелепые карусели. Шопен – потрясающий мелодист, но он также сочинял удивительные гармонии. Некоторые произведения Шопена могут показаться удивительно мелодичными, хотя на самом деле своим звучанием они обязаны сложной гармонии. У знаменитой прелюдии ми-минор очень простая мелодия. Можно сказать, что в этом произведении очарование музыки придает не сама мелодия, а гармония. Звучит музыка. Звучит музыка.